В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исайя, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу прямыми, сделайте стези Ему». Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к Нему и крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои. В среду 18 января православные верующие отмечают крещенский сочельник и готовятся к встрече одного из главных христианских праздников – Крещения Господня, который приходится на четверг, 19 января. Крещение Господня называют праздником Богоявлением. Как сказано в Священном Писании, Бог второй раз в истории человечества являет себя человеку в образе Троицы. Когда Господь Иисус Христос сходит в воды Иордана, то взору окружающих людей представляется Дух в виде голубя, сходящий на Иисуса Христа, и в это время раздается голос Бога Отца. «Все есть Сын мой возлюбленный». Господь дарует нам в Крещение благодать Духа Святаго, соединяет нас с собой, освящает нашу природу, подает нам новые начала, такие как любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, кротость, воздержание, вера, дух ведения, дух разума, дух премудрости. Все это подается только в Таинстве Крещения. И Господь приходит для того, чтобы воссоединить отпавшее некогда чудовичество Отца Его Творца, воссоединить его с Божественной природой, с Отцом Небесным. Каждый раз, когда совершается то или иное церковное событие, мы не вспоминаем его. Церковь вновь и вновь его переживает, как некогда установленная в Страстной Четверг Таинства Евхаристии, Святого Причащения, Церковь переживает ежедневно за богослужением, так и события церковного года. И Христос вновь приходит, и вновь он воссоединяется с миром, вновь он погружается в воду Иордана и освящает водное естество. И в соответствии с этим совершаются богослужения 18 января в Крещенский Сочельник и 19-6 января по старому юлианскому стилю. Православные христиане верят, что в ночь на Крещение Господне вода обретает целебную и даже чудодейственную силу. Крещенская вода, как вода, к которой приобщился Бог, с которой тесно соединился Бог, осветив ее своим естеством, как некогда на реке Иордании, безусловно, имеет целебные свойства. Но, как любое таинство церкви, она не действует автоматически. Крещенскую воду в этот день, принеся в свои дома, в квартиры, на рабочее место, мы употребляем для освящения. Не всякий может по ряду обстоятельств пригласить домой к себе священника. В этом случае нужно взять крещенскую воду, купить самую обычную кисточку и покрапить стены дома, пол, потолок и все жилые, безусловно, помещения. Крещенской водой даже окрапляется санитарный узел и ванная комната при соблюдении определенных условий, когда все там закрыто, чтобы крещенская вода не попала в некую нечистоту. Крещенскую воду можно брать с собой в путешествие. Еще святитель Лука, воина Есенецкий, известный как профессор гнойной хирургии, профессор, написавший учебник региональной анестезии, который после смерти жены принял священный сан, продолжал практиковать как врач, как хирург и совершать богослужения. Он говорил, что крещенская вода это замечательное лекарство. И именно в первую очередь, когда мы чувствуем недомогание, мы обращаем к подателю всяческих, читаем молитву. Эта молитва есть в молитвословии, я думаю, в каждом. Сейчас много разных приложений на айфонах, смартфонах. Можно и скачать. Звучит она так. Господи, да будет мне дар твой святый в оставление грехов моих, в просвещение ума и сердца моего, в укрепление сил душевных и телесных, в однание страстей и похотей телесных, в однание всего сопротивного, молитвами, причистая твоя Матерь, славная Владычица нашей Богородицы и Преснодева Марии и всех твоих святых. Но мы вернемся к тому, что прежде чем принять крещенскую воду, необходимо одно условие. Которое точно так же необходимо при совершении любого таинства. Мы должны в сердце своем иметь мир со всеми людьми, простить обидевших, помириться с теми, кому мы досадили, чем-то обидели. Если мы с нечистым сердцем приступаем к святыне, то святыня автоматически не работает. Потому что святыня – это благодать святаго Духа. И когда мы чистое сердце имеем, Бог соединяется с нами. Если мы чистое сердце не имеем, Бог в наше сердце войти не может. Святая вода хранится под иконами обычно. Мы знаем, что она не портится десятилетиями, потому что обладает особыми свойствами. Я сам, например, когда себя неважно чувствую, обостряются какие-то хронические заболевания, я могу принимать крещенскую воду в течение дня. Но, конечно, еще раз повторюсь с молитвой. Если перед причастием супруги воздерживаются от физической близости, то, соответственно, и перед принятием крещенской воды накануне в ночь. Если утром мы, значит, собираемся принять крещенскую воду, едем в путешествие, и вдруг мы себя плохо почувствовали, или какое-то общее недомогание, и мы решили прибегнуть к помощи Божией, то вот поступаем мы таким вот образом. Что хочу сказать и о днях богослужения. Каждый раз бывает немножко печально, когда люди некрасиво ведут себя во время раздачи святой воды, отталкивают друг друга, шумят, забывают о том, что они пришли в Дом Божий. Воды не нужно набирать много. Можно заготовить воды столько, сколько вам нужно из источника. Можно, если у вас хорошая вода, отчет в водопроводных кранах, можно брать из водопроводного крана. И то малое количество воды, которое вы принесете домой, влить в емкость с обычной водой. Вода освещается два раза. Первый раз 18 января, по окончании богослужения. Второй раз 19 января. Некоторые люди настойчиво просят воду от 19. Отсюда создается вот некая такая проблема, возникает толкучка, между собой, к сожалению, часто ругаются люди. Вода имеет одинаковые свойства. Она и 18 числа называется богоявленская, и 19 она тоже богоявленская. Никакого различия. Никакого различия. 18 и 19 вода одна и та же. Только 18 января в храмах небольшое количество людей за богослужением, потому что, как мы сказали выше, стремятся 19 воду взять, а воды остается достаточно большое количество. Никакой толкотни не существует. Воды мы раздаем порядка... Наш храм небольшой, у нас емкости небольшие, порядка тонны. В храме Всескорбящих Радости тонны три воды раздают. Богослужения в храмах начинаются с 8 утра. По окончании богослужения начинается чин великого водоосвящения. Убедительно прошу соблюдать приличие. Приличие. Вперед пропускать пожилых людей, стариков, женщин с детьми. В храме можно, пока раздают воду, если большое количество, можно сесть на скамеечку и спокойно посидеть 20-30 минут. Самое главное нужно помнить, что если мы не примирились с теми, кого мы обидели, если мы обиду на кого-то держим, мы можем литрами святую воду пить, объездить все святые места, купить самые дорогие свечи, засказать в 40 храмах 40 уст о здравии и молебны, и это не поможет, потому что причина чаще всего кроется в нас самих. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар свой, когда примиришься с братом твоим. В заключение сегодняшнего слова хочу всех поздравить с этим удивительным праздником, когда водное естество Духом Святым обновляется в природе, когда по благодати Духа Святаго человек, приобщившийся к крещенской воды, кстати, два дня в году можно пить крещенскую воду, не натощак, это вот как раз в крещенский сочельник и в праздник Бога явления. И пожелать всем нам с вами душевного мира, телесного здоровья, безусловно, мирного неба над головой и нелицемерной любви друг к другу, той любви, которую нам заповедал Господь наш Иисус Христос, коему слава во веки веков. Аминь. Призываю на всех вас, на все ваши благие начинания, Божие благословения, спаси и сохрани всех вас, Господь. Аминь. Аминь.